При этом у Хайнлайна жуки в произведении это, безусловно, коммунисты. Это он изображает коммунистов, к счастью, не русских, потому что, видимо, у него еще были теплые воспоминания о Второй мировой, что мы все-таки какие-никакие союзники. Только поэтому он, видимо, определил нас в своем произведении в лагерь противокитайский, отнеся. А вот азиатов он не любил всех. То есть там про японцев от и до, он там, что их надо всех уничтожить, всех подчинить, пишет. А здесь он, видимо, спроецировав свою любовь к коммунизму и к азиатам одновременно, выводил их как неких, даже не то что фанатичных, а вообще без каких-то чувств, жуков, которых он зачастую сравнивал не просто с коммунистами, а с коммунистами китайскими. Да, потому что их очень много. Они какие-то как будто бесполезные, бесплатные, но как вместе бросятся, так ведь и не остановятся. Что их считать, как бы думал. Он там прямо пишет, если что там, я не помню цитату, но говорит, вот что бывает, когда нормальное общество сталкивается с обществом природных коммунистов. Имея в виду жуков, которые за своего этого Мао Цзюдуна миллиардами в зергоатаки могут ходить, и ничего им не страшно. Я думаю, что у него были какие-то свои очень специфические представления, как о Китае, так и о Советском Союзе, куда он, кстати, через год доедет. Да. И напишет по этому поводу книжку, в которой придет к выводу, что в Москве живет не больше 20 или 70 тысяч человек. А про 3 миллиона все врут, потому что нет пробок, какого черта? В Москве нет пробок, поэтому там нет стольких людей. Как это, вы мне говорите, что город в 3 раза больше, чем Чикаго, и ни одной пробки. Вы когда-нибудь видели в Чикаго, чтобы не было пробок? Значит, тут нет 3 миллионов человек, все, я догадался. Продолжение следует...